Каждый год в начале июля в Погулянском лесу плачет скрипка, а вместе с нею и люди. Плачут, вспоминая о тех сотнях тысяч женщин и мужчин, детей и стариков, расстрелянных фашистами в годы Второй мировой войны. Их вина перед гитлеровской Германией заключалась лишь в том, что они были евреями. Эта кровавая страница в истории Дагуфелса началась 29 июля 1941 года. В захваченном фашистами городе начались массовые казни еврейского населения. Дорогой смерти прошли более 15 тысяч безвинных людей, для которых этот лес стал последним пристанищем. 3 июля в преддверии Дня памяти жертв геноцида еврейского народа, по традиции, у Межцемского мемориала прошел траурный митинг. Сегодня мы опять вспоминаем о тех трагических событиях. День, когда Латвия вывешивает флаги в травмном оформлении, это день, когда начались репрессии против еврейского народа. Трудно поверить, что в Риге, где столетиями жили вместе люди разных национальностей, вдруг в хоральную синагогу согнали взрослых и детей и сожгли. И здесь, на этом месте, тоже были страшные и трагические события. Здесь, в песчаных рвах, покоятся тысячи жителей Дагуфелса, Латгалии и других стран. И, стоя здесь, хочется заглянуть себе в сердце и подумать, а что бы сделал я? Я хочу сказать слова, которые в последнее время я повторяю часто. Мир и согласие – это великая ценность, но очень хрупкая. И ее надо оберегать. Здесь, у братских могил, надо это еще раз понять и запомнить. В этот солнечный летний день 60 ударов метронома нарушили тишину Погулянского леса. Минута молчания, минута памяти о тех, кто навечно остался лежать в этих рвах. Никто не забыт, ничто не забыто. Здесь похоронены наши предки. Из моей семьи, моего отца здесь убито. Много в гетто погибли. Отец мой спасся. Он от немцев целый год под землей спрятался в подвале вместе с своим братом. Вот, они живые остались. А так у них семья была 7 или 8 человек. И они в гетто погибли. Вся вина евреев, которые погибли вот в этом, в этой яме, это то, что они разделились от еврейской матери. В нашей семье посчастливилось в последние минуты, как говорится, отсюда уехать. Это 26 июня 41 года поездом мы отсюда уехали. Самое главное не забыть то, что произошло. Мы считаем, что это также наш долг сходить, вспомнить и не забывать в течение года. Это день памяти, чтобы никто не забыл. Молодые поколения всегда помнили. И, возможно, в будущем мы расскажем об этом своим детям, чтобы все все знали. Ваша семья пострадала? Вот есть здесь? Да, как говорили, пострадали уже, но некоторые спаслись, и мы очень этому рады. Еще живы свидетели того страшного времени. И сегодня они не устают повторять вновь и вновь. Не забывайте о том, что произошло в Погулянском лесу 74 года тому назад. Потому что как только это произойдет, Холокост может повториться вновь.